Субтитры создавал DimaTorzok Коптер! Угу Да, чую коптер Угу Сука Не дай бог Нам главное в колю что-то Сейчас еще раз Пизданет Дай боже Пристреливается Там уже столько перелетов Треба бути Ого Вот так вот и ремонтируем Уже поближе А Вова Где мы его заберем? А мы его заберем А я А заберем сейчас на дороге Далеко Сидай давай Тогда уже подождем пока прилетит Ты хотел чтобы мы тебя подвезли? Иде трактор Ну все замечательно У нас свой трактор Молили тракториста Вон нам уже не треба Так Как раз он уже Мел бы выезжать Но мы Впорались своими силами Все очень хорошо Что местное население Так в нас ставится И готовы нам допомогти На безкорисной основе Селярку не просили? Просили Тоже понят Той момент, когда шкодуешь, что ты не на танчик Да, тут на танчику было бы Благословно У нас посылки от болота Трешки Трешки Ах ты Умови Набильные Ах ты Благословно Ух ты Благословно Трешки Благословно 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 Ух ты Сказал, что прямо в блаку Прямо в боков Прямо в боков До противника Попали снаряд 6200 До этой посадки То есть 200 до противника, здесь мы попадаем без проблем. А здесь видно это или не видно? Нет, здесь еще наши позиции за горбом и уже за горбом, трошки дальше они там. Вот, то бачите, наши, мы тут трошки внизу, они с верху, у них есть перевага, трошки кращей позиции. Ну, в принципе, тут позиция непогана, достаточно. Есть укритие, заехать, отработать на один-два раза и изменять ее. Как бы, спілкуемся с другими войсками, и я помню, мне кажется, что особая молодость этой войны, может быть, не все прям хотели, они мрели, знаете, стати, но эта война, мне кажется, дала на пошту, народила многих молодых командиров. Ну, так, так, есть такое. Мы все хотели стати, но так життя сложилось, чтобы пришлось брать эту ношу на себя и выполнять задачи. Тяжко? Ну, моментами сложно, психологично, но держимся, работаем на победу. Мы прям такие военно-военно-военно-военно. Засмущали меня. То вы, экономисты, стали танкистами? Цивильная специальность у меня экономичная. Также я закончил військовую кафедру. У меня есть две специальности. Один військовой, а над цивой. А військовая, recall? Командир механизованного взвода. Я закончил військовую кафедру в 2020 году, но попал в условия СССА. Когда попал, стал командиром танкового звода. Прошел курс учебника и стал командиром танкового звода. То вы через вторжение первой силы танков? Так, так. Вы ездите обычно на этом танке? Нет, это танк моего экипажа, позывный у него шахтарь. Хлопцы сейчас занимаются другим заданием, которое я поставил. Вы работаете на Т-72, так? Да, Т-72ЕА, это чешская модификация. Как она? Это неплохая техника, очень хорошо стреляет. Все зависит от людей, от экипажа, от их наученности. У нас люди неплохо научены, выполняют поставленные задачи. А можно там залезть? В принципе, можно. Можно нам покажете всередину? Подам вам руку, чтобы не впали. Давайте руку. А я тут? Давайте, лево, лево. Обережно. Не впадите. Обережно. Будете зараз? Да. Давайте, обережно. А вставать прямо туди ногами, че что? Так, можно. Зараз, бачите? Там грязно. Після роботи. Тринплекс. О, это называется. Командир наблюдает. А это сам прицел. Таким. Тобто, тут можно заменить ризкость. И вы будете краще бачить. Ну, тут под свой зер подлоштовывается в коих. То есть, краще далеко бачить, кто-то ближе. Там оно налоштовывается под свой зер. То есть, если я плохо бачу, все равно может быть тонкийстом? Так. Думаю, это не проблема. Тут у нас есть режим нічного бачения. Ну, нужно включить масло, механика. Тогда переключаем этот тумблер, и у нас будет нічный режим. Ну, ваша бригада уже, как бы, была на всех, так сказать, наибольших таких битвах за час вторгнення. Где для вас было найскладнейшее? Я думаю, найскладнейший участок – это там, где сейчас мы находимся. Это не только моя субъективная думка, а думка також многих хлопцов из нашей бригады. Они считают, что это очень сложный участок. Наверное, сложнее, чем бахмутский напрямок. Это их думка. А что, как это проявляется? Очень тяжело найти тут укритие. Есть проблема с всеми позициями. Очень большая щельность. Разные тактические моменты. Третий человек сидит внизу. С той стороны механик-водитель. Он за рычагами управляет танком. Тут жарко. Так, жарко. Ну, есть вентилятор. Видите, внизу есть вентилятор. Когда танк заведен, то мы включаем вентилятор. И в час пострела его используем. А тут кулемет? Так, кулемет, ПКТ, 7,62. А кто с него стреляет? Стреляет наведник с него. Наведник, командир может стрелять. Командир заряжает его. А в каких случаях вы кулеметы? Когда мы видим пехоту, то с ПКТ мы работаем больше по пехоти. Ага. Когда мы выходим, например, с позиции уже, в этот направл. Они хотят просунуть, чтобы иметь выгоднейшую позицию. Так же, чтобы мы оттянули наши резервы из Бахмутского направления и Запорожького направления. Но наши парни стоят столько, держат позиции. И я думаю, мы впорываемся тими силами, что у нас тут есть. Так говорите, не было все життя было войсками? Ну, семейная династія. У меня дед был войсковый. Під час Другое святое войны воевал достаточно много нагород у него. Так? В Черной армии? Да. У него много нагород. Дошел почти до Берлина, остался живым. С самого начала войны он воевал. Также был офицер, закончил войну как командир танковой роты. Ого! Так что, бачите, история повторяется, и так выникла, что достаточно схожая ситуация. Ого. Капец. Дед был танкистом. Да, и он пошел на войну также в молодом веке. В 20 лет он пошел. Я пошел в 22 лет. Я немного позже пошел. Угу. Что, в семье вас сравнивают с дедом? Не знаю. Я думаю... Пишаются и мной, и ним. Угу. Стрибать? Давайте лучше через ту сторону. Мобильный. Может выполнять любые задачи. А вы скажете, что вы сейчас больше по пехоте работаете? Чи вы поможете? Ну, тут сейчас у нас такая линия обороны, что больше по пехоте. То есть, их танчики также сейчас близко не подъезжают. Пару росийских танчиков спалили дронами. Угу. Какие это были? Я думаю, это было прогнозовано. То есть, бои тут велись достаточно часто. И, в принципе, было прогнозовано, что они будут наступать. Это было только вопрос времени. То есть, мы готовились для этого. А почему было прогнозовано? Почему именно тут им нужно прорваться? Потому что на других направлениях, на Запорожжьком, они полностью в обороне. Так же, на Бахмутском направлении они находятся в обороне. На Авдіївском направлении у них нет шансов. То есть, это самый оптимальный вариант для них. Так же, из стороны Беларуси, я думаю, у них нет шансов. То есть, это Купинско-Лиманский направлении, именно тот направлении, где они могут хоть что-то попробовать сделать, но мы стоим мощно и не даем им никаких шансов. Какая у вас думка произошла после того, как вы были в середине? Ну, вы сказали, что не возьмете меня, танкист? Думай, не думай. Я слышала много хорошего про 72. Танкисты меня где-то любят. Так. Техника не подводится. А что, есть такая штука, что ты высокий, прям все? Да, у нас был парень на учебниках 1,90 метра, и он залез в механику и не мог закрыть ее. Его перевели в золоте, в БТЗ. Звучит музыка. Конец. ГОНОВОВАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...